И по традиции, сегодня на главной площади Черкеска состоялся парад победы. Жители Карачаева Черкесии смогли увидеть парадные расчеты всех видов войск и военизированных служб, дислоцированных на территории республики. Принимал парад глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Мадина Каракетова подробнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Тихо подошел и присел на бордюр 92-летний Кашиф Айсанов. Когда началась война, он был 12-летним пастушком. На войну Кашифа не взяли, но он в силу возможностей вносил свой вклад в борьбу с врагом, подкармливая партизан. Немцы вырвали нас, партизаны в лес пошли, а я мальчиком овец пас. И они приходили, и я овец давал, чтобы они покушали. Вот это я занимался. До прихода нашей кормил карапартизан. А после, став уже взрослым, Кашиф Айсанов пошел работать в милицию, защищаяся граждан уже от преступных посягательств. Среди зрителей нет ветеранов. С каждым годом живых свидетелей той войны все меньше. А те, кто жив уже в преклонных годах, и наблюдают за парадом с экрана телевизора. Но их потомки гордо чеканят шаг. На площади возлагают цветы к братским захоронениям и могилам неизвестных солдат и помнят. На часах 10 ровно. Военный комиссар Карачаева-Черкесии доказывает главе республики о готовности войск черкесского гарнизона к торжественному прохождению во знаменовании 77-й годовщины Великой Победы. Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Знаменная группа пограничного управления ФСБ России торжественно внесла на площадь флаги страны-победителя СССР, России, Карачаева-Черкесии. Жителям республики зачитали поздравительное письмо президента Владимира Путина, также главу республики Рашида Тимрезова. А в его лице ветеранов и всех жителей Карачаева-Черкесии поздравили представителя администрации правительства страны, руководители министерств и ведомств, а также губернаторы российских регионов. Рашид Тимрезов также приветствовал ветеранов и всех жителей республики, поздравил с Днем Великой Победы. Каждый девятый день мая мы всегда встречаем с особым чувством гордости и трепетом, со скорбью об утратах и торжеством справедливости. В этом году мы отмечаем уже 77-ю годовщину победы над фашизмом, которая тогда тучей нависла над всем миром. Однако лишь Советский Союз, вытерпев самые мощные удары противника, развернув ход событий в противоположную сторону, освободив пол Европы, смог целых 4 года противостоять и одержать триумфальную победу в самой разрушительной и кровопролитной войне. Вспоминали жертв, приводили цифры, восхищались героизмом советских солдат. Память положивших жизнь на алтарь победы почтили минутой молчания. К сожалению, существуют те, кто преуменьшает заслугу и наследие советских воинов, пытается исказить итоги Второй мировой войны или вовсе переписать историю. И наша задача хранить эту историю, помнить о доблести наших старших, сказал Рашид Темрезов. К сожалению, сегодня борьба с нацизмом – это исторический путь не только наших предков, но теперь уже и наш с вами. Проблема и угроза этой пагубной идеологии и политического движения не искоренена даже на протяжении стольких лет. Наши солдаты вновь защищают мир от очередной угрозы. Наши старшие боролись тогда, а сейчас наш черед отстаивать мир без нацизма, дарованный нам такой чудовищной ценой. И мы уже доказали, что готовы его защищать. Глава выразил слова поддержки военнослужащим, среди которых немало из жителей Карачаева-Черкесии, защищающим Донбасс и несущим миссию правды и справедливости, пожелал им вернуться живыми и здоровыми к своим родителям и семьям. И главные действия сегодняшнего праздника – Парад Победы. Открыла его знаменная группа сотрудников погрануправления. Остроенными колоннами по площади прошли 34-я мотострелковая бригада Министерства обороны России, парадные расчеты Министерства внутренних дел Карачаева-Черкесии, Главного управления Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Карачаево-Черкесии, парадные расчеты отдела Федеральной службы исполнения наказания по Карачаевой-Черкесии и Управления Федеральной службы судебных приставов, Баталпашинского отдела Казачьего войска, штаба поста номер один, Центр военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска, парадный расчет Технологического колледжа Черкеска, отряда юноармейцев и поискового отряда под дикреспубликанской столицы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил участников парада и лично пожал руку командующим парадными расчетами. А жители Черкеска и гости столицы, делегации министерств и ведомств образовательных учреждений в стройной колонной не спеша двинулись к аллее героев и к вечному огню, чтобы возложить цветы и венки, отдать дань памяти и уважения тем, кто отдал самое дорогое, что у него было – свою жизнь ради мирного неба над будущими поколениями. Субтитры создавал DimaTorzok